Русский мальчик Гордей Колесов покорил Китай. Шестилетний вундеркинд победил на главном телешоу талантов КНР. Члены жюри от восторга теряли дар речи и рукоплескали, пока мальчик был на сцене. Но удивил он даже не тем, что знает пять языков и вошел в сборную России по шахматам. Гордей виртуозно разбирается в тонкостях китайской лингвистики и обыграл даже судей. Местные телеканалы уже сняли два документальных фильма про чудо-мальчика из России. Репортаж Алисы Романовой. Южный город Гуанчжоу, где он живет почти с рождения, шестилетний Гордей читает, как учебник китайского, вывески, объявления, все подряд. Сенса, доставка, цветов во всем Китае. Весь день у него по расписанию с восьми утра китайский, потом шахматы, на них он бежит. У Гордея первый разряд, память феноменальная. После испанский, только-только взялся за французский, декламирует стихи Мао Цзэдуна и вот любимая о советском паспорте Маяковского. За каждый талант у Гордея уже по медали или кубку. Вот это, это Гордей про свое первое место в шоу талантливых семей. Его транслировал центральный телеканал СССИ-ТВ-1. Русский вундеркинд с непроизносимым для китайцев именем ошеломил жюри знанием Чиньюй. Выразительные идиомы в китайском языке их тысячи не помнят даже взрослые. Носители языка и те слушают с открытым ртом. А в финале так виртуозно рассчитал год рождения царя обезьяны из классического романа 16 века путешествия на запад, что ведущий скатился с кресла. У этих роликов в Китае уже сотни тысяч просмотров, а у Гордея миллионы поклонников. И жюри еще не видела, как иероглифы он пишет. Несколько раз в неделю уроки каллиграфии. Евгений и Есенин. Ой, это великий. Ой, это страна. Китайское имя Ева Иго. Гордею придумал папа в Китае. Он живет и работает уже 15 лет. У нас где-то в активе около 800 иероглифов, которые он умеет писать. Его сверстники, в общем-то, не достигают такого уровня. В общем-то, у него уровень 8-9-летнего школьника китайского. И это у них семейное в финале шоу. И так уже покоренный зал очаровывают две младшие сестры Гордея. Поздравление этим удивительным русским и их фото в каждом лифте многоэтажки, где живет семья. Их вывесила администрация дома, чтобы и соседи могли гордиться. Алиса Романова, Павел Костриков. Вести Китай. Гуанчжоу.